Я работаю в компании Riddle, занимаюсь бэкэнд и фронт-энд разработкой сразу и туда и туда. И сегодня мы поговорим о том, как построить хайлоот и не сойти с ума. Сразу хочу предупредить, что сейчас не будет никакой новой информации, не будет никаких сенсационных заявлений. Мы будем рассматривать только самые простые, самые первые штуки, которые нужно знать. Я сейчас объясню почему. Так сложилось то, что за мой рабочий опыт мне пришлось пообщаться с очень большим количеством разработчиков, собеседовать их. Разработчики были разные, начиная с самых начинающих, заканчивая самыми опытными. И, к сожалению, многие из них либо не знают базовых знаний, либо их не до конца понимают. И поэтому сегодня я собрал для вас те вопросы, которые я задавал на собеседованиях. И сейчас я максимально быстро и максимально тезисно попытаюсь на них ответить. Итак, разберемся сначала с тем, что такое хайлоот. Я вчера загубил этот вопрос, и гугл мне ответил. Хайлоот. Первое. В хайлоота нет, вокруг есть только один дзен. Второе. Хайлоот – это когда руки кривые, приходится оправдываться. И третье. Хайлоот – это когда на доу постят результаты зарплатного опроса. Я заметил из этих комментариев то, что мы находимся в разных контекстах, мы говорим о разных вещах. Многие люди говорят о хайлооте как о, в принципе, большой нагрузке. Мы же будем говорить о хайлооте как о системе. То есть первое, что нам нужно понять, это то, что хайлоот в своем классическом понимании этого слова – это система массового обслуживания. То есть в теории телекоммуникациях есть конкретный термин, который называется система массового обслуживания. Есть очень большой раздел этой науки, которая изучает то, как строить эту систему, как правильно управлять потоком вызовов, как правильно управлять потоком обработки этих вызовов. Скажу сразу, что лет 20 назад, когда в эпоху колл-центров это были классические системы массового обслуживания, существовали ученые, которые могли просчитать и предсказать, какая будет нагрузка, характер этой нагрузки, вероятность поступления определенного количества выводов, запросов. И на базе этого всего люди строили свои хайлоо-системы, колл-центры, которые были рассчитаны на определенное количество нагрузки. И всем было хорошо и здорово. Но сейчас на дворе 2015 год, вокруг пакетные сети передачи данных, и в вебе, в интернете вся эта теория не работает. Если вы видите человека, который вам может сказать, что он может предсказать количество и характер нагрузки, не верьте ему, он шарлатан. И как бы это печально все не звучало, у нас есть только два инструмента, которые помогают нам оперировать с большими нагрузками. Это оптимизация и масштабируемость. Два слова масштабируемости. Масштабируемость бывает вертикальная, мы тупо покупаем железо пошире. Бывает горизонтальная, мы тупо покупаем еще железо. Ну, в принципе, и все. Современная система массового обслуживания в очень упрощенном варианте состоит из трех частей. Это хранилище данных, бизнес-логика и физический уровень. Так, чтобы мы находились на одной волне, все должны понимать, что верхние два уровня, это как бы один большой уровень, это интерфейс к данным. То есть, по сути, абсолютно любая веб-система, которую вы строите, это всего лишь интерфейс к той базе данных, которую вы построили. Хранение данных я разместил внизу, потому что это как бы самая важная, самая большая часть. И еще потому, что базы данных, это, как правило, самая геморройная и самая болезненная часть вашего хайлода. Если вся ваша система начинает захлебываться, если вы начинаете терять пакеты, если ваша система начинает просто падать, то, скорее всего, у вас проблема с базами данных. С базами данных можно работать несколькими путями. Самый простой путь – это репликация. Простой не в смысле то, что это просто сделать, а простой в смысле вы просто делаете репликацию и не платите разработчику, и не плачиваете его жизнь, пока он будет вам делать оптимизацию. Немножко сложнее – это read-write-splitting вместе с репликацией, и самое сложное – это оптимизация. Поговорим о репликации и read-write-splitting. На слайде самая классическая схема того, как работает репликация в принципе и как ее организовывают. То есть у нас есть мастер-сервер, у нас есть слейв-сервер. В мастер мы отправляем все запросы на записи изменения данных, со слейва мы читаем данные. Такая система является классической, но и одновременно с этим она является самой геморной, потому что конкретно разделить запросы на записи, на чтения очень сложно. Текущие готовые решения, которые можно найти в интернете, они, мягко говоря, не работают, поэтому вам придется это все реализовывать своими руками на уровне вашей бизнес-логики. Самый простой способ сдержать кое-какую нагрузку – это репликация мастер-мастер. Тут как бы все очевидно. У нас есть два сервера, мы рандомно отдаем эти два сервера всем клиентам, нагрузка растекается между двумя серверами, все счастливы. Небольшой совет. Когда мы настраиваем репликацию мастер-мастер, у нас возникает очень много боли с автоинкрементными ключами. Нам нужно настраивать смещение автоинкремента, нам нужно следить за тем, чтобы все сервера писали в разные какие-то namespaces. Первое, что нужно сделать для того, чтобы обеспечить светлое будущее своей мастер-мастер-репликации, это полностью отказаться от автоинкрементных ключей. То есть переход на UID может уменьшить вам боль, но и при этом стоит понимать, что генерация UID для каждой записи – это тоже операция, которая требует ресурсов. Сферическая система хранения данных в вакууме. У нас есть кластер для записи и кластер для чтения. Плюсы такого подхода в том, что мы можем отдельно что-то делать с той частью системы, которая записывает, отдельно что-то делать с той частью системы, которая читает. То есть по сути существуют такие системы, где очень мало потоков на запись, но много потока на чтение. Поэтому правая часть будет большой, левая часть будет маленькая. То есть мы более гибко можем управлять своей системой. И по поводу базы данных, последний совет. Если вы хотите расти и размножаться, то лучше юзайте Postgre. В Postgre процесс репликации вынесен на физический уровень, поэтому репликация сама по себе происходит намного быстрее. Postgre использует только один журнал запросов. В системе намного проще передавать этот журнал другим нодам. И все работает железобетонно. Но если вы все-таки решились и вы начали работать с базой данных по пути улучшения ее производительности, вы должны понимать, что вы никуда не денетесь от вертикальной масштабируемости. Вам рано или поздно нужно будет тупо купить железо пошире. Перейдем к следующей части того, как работать с базами данных. Это оптимизация. Оптимизация на самом деле это первое, что нужно делать, если вы столкнулись с нагрузкой. И это самое сложное, потому что намного проще купить один сервер, чем оплатить работу разработчика. По общению с многими людьми я заметил, что не все до конца понимают, как работают индексы и что там вообще происходит. Поэтому я решил в двух словах рассказать о том, как в принципе работают индексы в каких-то абстрактных базах. То есть если у нас есть какая-то таблица, в таблице может быть много колонок, много записей, и мы решили сделать индекс по полю ID, то возле этой таблицы создается еще одна таблица с отсортированной колонкой ID и ссылкой на строку, которая соответствует значению поля ID. То есть в индексе хранятся все значения отсортированные, мы можем применять оптимальные алгоритмы для поиска информации, у всех профит. Нам не нужно перелопачивать кучу информации в поисках, мы тут же можем получить доступ к любой записи из оригинальной таблицы. Ближе к реальности. У нас есть таблица с каким-то primary key, есть какие-то текстовые поля, есть поле, по которому мы будем искать какие-то сущности. Назовем это поле просто абстрактно ID. Если мы будем искать по этому полю, и при этом у нас не будет индекса по этому полю, то мы видим то, что базе данных придется искать по всем записям, и мы увидим то, что таки да, мы прошлись по всем записям, чтобы найти их, чтобы найти одну. Когда мы внедряем индекс, происходит то, о чем я рассказывал, мы начинаем искать по ссылке на запись, и мы проходим только одну запись, чтобы найти. То есть мы используем самый максимальный, оптимальный алгоритм поиска в базе данных. То есть первое, что самая важная суть индекса заключается в том, что индекс это дополнительная таблица. То есть вы делаете overhead данных, но за счет этого вы получаете возможность поиска по меньшему количеству данных. Сейчас мы говорили о простых индексах, все очень просто. У нас есть один запрос. Мы нашли все записи по одному полю name, но когда мы начинаем искать по двум или трем полям, нам могут подойти составные индексы. Что это такое? Составной индекс – это тот же простой индекс, только по двум полям, или по трем, или по четырем, неважно. И когда мы совершаем второй запрос, мы, грубо говоря, ищем информацию по простому индексу возраст, то есть мы ищем по простому индексу возраст в таблице, где есть только Настя. То есть на всяких там мален, лют, мы не обращаем внимания, нам нужны только Настя. То есть мы еще более сужаем круг, у нас выборка происходит еще быстрее, еще лучше. Кэширование базы данных. В каждом движке баз данных существует механизм кэширования. Мы с этим механизмом ничего не можем делать, мы не можем его… Мы не можем настраивать правила инвалидации, мы не можем записывать в этот кэш, мы ничего не можем делать, все делается с сама база. По умолчанию в базах MySQL все срок-запросы попадают в кэш. Ну, практически все. И нужно понимать, какие именно попадают и какие именно нет. Потому что это очень важно и это может сэкономить очень много ресурсов для вас. То есть в кэш MySQL никогда не попадет запрос, где в условном операторе присутствует функция работы с временем, такая как, допустим, Now. Намного проще на уровне приложения выкинуть в запрос дату или время, и тогда этот запрос попадет в кэш, и когда в следующий раз вы сделаете точно такой же запрос, данные уже не будут браться из таблицы, они просто возьмутся из кэша. Поверьте мне, вот эта вот штука сэкономит вам ресурсы на сотнях запросах. Небольшой совет. Денормализируйте. Если где-то можно обойтись без дополнительной таблицы, обходитесь. Лишние джойны – это лишние операции. Этот совет мы еще рассмотрим чуть-чуть дальше, когда я буду рассказывать про бизнес-логику. Но я заметил такую тенденцию, то что многие люди создают таблицы как бешеные. Просто у нас в многих проектах я наблюдаю огромную кучу таблиц, которые связаны связью один к одному, и вопрос зачем. То есть если у нас есть таблица один к одному, мы можем просто эти две таблицы смерджить, у нас будет одна большая таблица, мы будем делать только один запрос, будем искать по конкретному индексу, тем более мы уже знаем, что при внедрении индексов нам плевать на размер этой таблицы. Зачем делать лишний джойн? Сейчас мы рассмотрели хранение данных, сейчас будет немножечко более весело. Посмотрим на бизнес-логику, на частые ошибки и некоторые советы, с которыми я бы хотел поделиться. Самые больные темы при построении бизнес-логики это нерациональный расход памяти, нерациональный input-output, совет по разделению сущностей на много маленьких и независимых, и нерациональный расход ресурсов хранилища. Первое. Самая большая ошибка. Вот эту ошибку совершают все. Мы выгружаем в память полностью весь файл или что-нибудь еще. И тут же это куда-то отдаем. В чем заключается самая большая боль? Заключается она в том, что когда мы пишем код, мы не думаем о том, что этим кодом будут пользоваться сотни или тысячи людей. То есть если мы посмотрим на него и прикинем, то что если к нам придет тысяча клиентов, запросит тысячу файлов, каждый из которых будет весить всего лишь по полтора мегабайта, то мы забьем полтора гигабайта оперативной памяти. Ваш microinstance на DigitalOcean начнет захлебываться, задыхаться и будет молить о пощаде и просить, чтобы вы его поскорее застрелили. Input-output. Везде, где вы делаете записи или чтение с диска или сети, делайте это асинхронно. Я вам объясню. Чтение и запись – это достаточно тупая операция для процессора, и он просто простаивает. То есть, по сути, вы ничего не считаете, но нагрузка на систему идет. Поэтому в тех местах, где вы можете не ждать, а что-то обрабатывать, обрабатывайте это. Идем дальше. Микросервисы. Вот это вот на слайде показана самая классическая и банальная система сборки информации о количестве посещений на сайт. То есть, у нас есть какой-то фронт-энд, который просто сбрасывает логи в сборщик логов и говорит, все окей, иди дальше. И кто-то, кто где-то в фоне все это просчитывает. С точки зрения хайлода такая система дает нам два плюса. Первый плюс. Мы, конечно же, все эти микросервисы мониторим, и мы можем отдельно расширять каждый из них. И второй самый важный плюс это отказоустойчивость. То есть, если отключается сборка и статистика логов, сборка статистики логов, агрегация, у нас всегда работает фронт-энд и всегда работает сборщик логов. То есть, мы данные не теряем, когда обработчики встанут обратно на место, мы просто дообрабатываем те данные, которые пропустили. Упал фронт-энд, ничего страшного, у нас все равно есть данные, которые можно обрабатывать, мы их просто обрабатываем. Мы не теряем времени. То есть, профит очевиден. Перейдем к расходу памяти. Это еще одна ошибка, которую совершают все, даже самые бородатые, самые опытные сеньоры. Мы делаем очень много лишних запросов в базу. То есть, понятно то, что здесь пример такой сферический вакууме, и никто именно так не будет делать это точно, но поверьте мне, в уровнях абстракциях очень сложно потеряться, и вы сами не заметите, как вы начнете стрелять себе в ногу тысячу раз во время одного запроса. То есть, чем больше запросов мы делаем, тем больше у нас возникает времени на ожидание сети. В данном примере, если у нас есть, мы берем все комментарии для определенных записей из блога, если записей будет тысячу, мы сделаем тысячу запросов, запросы пускай будут хоть сколь угодно слабенькими и очень быстрыми, если на каждый из этих запросов у нас будет задержка в одну миллисекунду, то на тысячи записях у нас будет простой в одну секунду на ответ пользователю. Такие моменты решаются очень просто. мы делаем сначала запрос, берем из базы максимально все, что нам нужно и где-нибудь у себя в коде уже обрабатываем эти данные. Тысячу итераций цикла for each пройдет намного-намного быстрее, чем тысячу раз мы обратимся в сеть за данными. То есть, это как раз то, о чем я говорил на уровне базы данных, денормализируйте. Чем более низкая нормальную форму в базе данных вы выберете, тем проще вам в самом начале обработки запроса взять все данные и с ними работать. Дальше. Физический уровень. Я заметил, что многие не понимают, что такое low-toverage. Low-toverage – это какая-то абстрактная цифра, которая может вам сказать, большая у вас сейчас нагрузка на сервер идет или маленькая. По этой цифре мы устраиваем автоматическую систему умножения мощностей. То есть, мы можем сказать load-balancer, что если low-toverage больше трех, то ставим еще один сервак, и он будет это автоматически делать. Но что такое low-toverage больше трех, никто не знает. Напомню, low-toverage – это вот эти три цифры, которые можно увидеть, если нажать на команду топ или htop. Первая цифра – это low-toverage сейчас, вторая цифра – low-toverage. В среднем за последние пять минут и в среднем за 15 минут. То есть, я не буду рассказывать про математические какие-то обоснования у этого значения. Расскажу про три самых главных, про три самые главные штуки, которые участвуют в просчете low-toverage. Это так называемая занятость процессора, занятость оперативной памяти и занятость диска. То есть, если с диском все понятно, мы используем кэш, работаем с оперативной памятью и диск отдыхает. С оперативной памятью мы разобрались в предыдущей части. То есть, мы более рациональные расходуем на уровне бизнес-логики. То занятостью процессора непонятно. То есть, что значит, мы расходуем процессор? А значит, это следующее. Процессор выполняет две задачи. Он переключает... Точно не ты? Микрофон работает? А, так я тогда могу продолжать. В общем, процессор выполняет две задачи. Это переключение процессов и обработка их. То есть, для того, чтобы понять, что такое переключение, нужно понять, что такое процесс с точки зрения процессора. То есть, грубо говоря, процесс – это состояние всех регистров процесса и адрес следующей операции, которая будет выполняться в рамках этого процесса. И все процессы выстраиваются в очередь. Процессор берет эту очередь и просто по очереди включает и выключает каждый из этих процессов. И у нас начинает расти ло-отовереж тогда, когда у нас процессов больше, чем времени на их выполнение. Вот тут на слайде должна быть сейчас очень хорошая картинка, которая показывает, что такое ло-отовереж, чтобы всем было понятно. И, к сожалению, мы ее не видим сейчас. Миша? Спасай картинку. В общем, ладно, это, наверное, не… О! Вот картинка. В общем, в первом случае у нас есть, допустим, какой-то абстрактный один процессор, куча процессов, и у нас есть ровно столько времени, сколько бы обработать каждый из этих процессов. Ло-отовереж один. Когда процессов в два раза меньше, чем времени на их обработку, ло-отовереж 0.5. Когда процессов чуть-чуть больше, чем времени на их обработку, процессы начинают ждать, у нас ло-отовереж чуть-чуть больше, чем один. То есть вот эту картинку я вчера украл из интернета и она максимально точно показывает то, что такое нагрузка на процессор. И в заключении моего очень интересного и веселого доклада. Я раскрою тему своего доклада. Как не сойти с ума? Подведем небольшой итог. Не забывайте умножать мелкие операции на количество потенциальных клиентов. Второе. Юзайте микросервисы. Разделяйте и властвуйте. Реплицируйте, денормализируйте, любите друг друга и больше отдыхайте. Спасибо. С вами был Петровский Анатолий. Ты быстрее, чем нужно, закончил. Прости. На самом деле у меня был очень большой доклад. Я хотел рассказать о очень многом всем и очень глубоко, но когда ты мне сказал, что 40 минут, мне пришлось убрать все из него. Ну хорошо, у нас есть еще время. Давайте тогда вопрос. Мы можем пообщаться, какие-то вопросы, если что-то более конкретно кого-то задело и кому-то интересно, можем более конкретно что-то рассмотреть. Да, так что можно на вопросы достаточно хорошо отвечать. Долго. Спасибо. Значит, насчет денормализации. Вот вы говорите, что денормализируйте. Честно говоря, из моей практики я столкнулся с тем, что это нехорошо. Ну точнее, если изначально денормализировать саму базу, ее структуру, это потом приводит к тем проблемам на этапе поддержки, потому что мы про проекты еще не пишем, написали и забыли. Потому для денормализации хотел бы отбрать, что это нужно. Нужно. Это однозначно, потому что очень часто стыкается такой момент, что нужно выбрать данные из 5-6 табличек. Их можно собрать обратно, но возможны проблемы, потом, как я говорил, с поддержкой, с обновлением, или еще чего-то. В базах, практически у всех, есть вьюшки. Это обалденная штука для решения как раз-то этой проблемы. Но за ней очень многие забывают. Они не используют. Они либо начинают денормализировать структуру и в одну таблицу впихают мох и болото, либо ее начинают собирать с 6-5 иное количество таблиц данных, тогда, когда можно использовать вьюшки. То есть, с одной стороны, у нас остаются данные денормализированы, данные структура нормализированы, данные объекты разбросаны, разбиты, то есть, можно потом нормально обновлять, дополнять и тому подобное. Но, с другой стороны, у нас есть вьюшка, где-то все собрано уже. И при большом количестве селектов это обалденно спасает в данном случае. То есть, потом селект вьюшку перестроили и все. Да, на самом деле, это так. Есть такой прием, который я использовал в многих своих собственных проектах. Это оверхед данных. То есть, я дублирую данные. Где-то они хранятся в третьей нормальной форме, где-то те же самые данные во второй нормальной форме, где-то вообще в монге. То есть, это отличный способ, чтобы в те запросы, где нужно быстро сейчас взять все, мы используем там монгу или что-нибудь в первой или в нулевой нормальной форме. Если что-то там, где нужно что-то красивенько обработать, где-то там частично взять данные, можно использовать третью, четвертую нормальную форму. Данные одни и те же. Единственная проблема, как бы тут боль уже с тем, чтобы сохранить целостность этой всей базы. Это достаточно сложно. Но вообще да, если ваша система сложная, большая, у нее очень сложные требования, тут можно делать все на самом деле. Еще какие вопросы есть? Вообще. Доклад был очень скучным. Здравствуйте, спасибо за доклад. Вопрос по поводу индекса. Мы же не можем индексировать все, то есть, какие есть советы, что лучше индексировать в конкретных случаях? Мы не можем индексировать все, потому что в этом нет смысла. Нет смысла, мы как бы делаем индексы по каждой колонке, база данных не понимает, какой индекс использовать, и вам тогда придется вручную этим всем управлять. Индексируйте. Сейчас я покажу. Где этот слайд? Где он? Где он? Где он? Секундочку. Индексируйте все, что находится после вот этого слова. Если у вас после этого слова находится все, то у вас проблема не с базой. А вот обычно на таблицу два-три максимум поля в условном операторе, по которому можно сделать индекс. самый большой, наверное, главный совет это использовать вот этот запрос. Где он? Где он? Где он? Вот этот запрос. То есть у многих движков баз данных есть так называемый slow query log. Это то место, куда складируются запросы, на которые база данных потратила очень много времени на их обработку. Вы просто берете эти запросы, копируете, вставляете там в свой клиент какой-нибудь, дописываете к ним explain и вот по этой таблице вы можете определить, что конкретно было не так. То есть в результате вы увидите какого типа был запрос, какие возможно ключи применились, были бы эффективны для этого запроса. То есть здесь сейчас один ключ, на самом деле здесь через запятую будут показываться все индексы, которые есть. Тот индекс, который выбрала база данных и то, сколько строк пришлось пройти механизму, чтобы найти вашу строку. Вот этот вот индекс это штука, которую можно управлять. То есть если вы видите то, что база данных выбрала неправильный индекс для поиска, вы можете воспользоваться так называемым форсированным индексом. Можно немного уточнить вопрос? Вот, к примеру, есть админка и есть таблица на 20 столбцов и есть некоторые фильтры. и эти фильтры они в разных комбинациях. То есть мы же не можем создать 20 соответствий, что мы индексируем. Потому что пользователь может выбрать разные фильтры абсолютно. И у нас после условия where будет разные абсолютно кондишены. Да, я вас понял. Но вот конкретно по этому примеру в одном из своих проектов у меня была большая такая таблица, где я применял очень много агрегаций, очень много фильтров, то есть там выбирал по разным значениям. Там буквально даже мы давали пользователю возможность вписать то, что находится после слова В. И в этом случае на самом деле мы выбрали несколько главных колонок, по которым идет основная выборка, а все остальное делали на уровне приложения. То есть на уровне приложения это может быть либо на бэкэнде обработка какая-то, то есть мы выбрали данные по каким-то определенным колонкам, и уже на бэкэнде мы их отсортировали, отфильтровали. Отличный сейчас очень сильно развивается фронтенд часть, то есть там появился очень умный эмбер, реакт джесс, который позволяет без перерисовывания всего фильтровать данные, как-то с ними работать намного более эффективно, и вы можете это даже на фронтенд вынести. То есть это тоже ничего для вас никакого труда не составит, но сервер будет хорошо себя чувствовать. Спасибо. Здравствуйте, спасибо за доклад. Вопрос по… У вас была фраза, что везде, где используется чтение и запись диска, если я не ошибаюсь, нужно использовать асинхронные запросы. Может, тот слайд, если нетрудно включить. И там был пример PHP-кода неправильного. А пример правильного PHP-кода можете сказать? Или какие инструменты для этого используют для асинхронности на PHP? Сейчас я вам покажу, я сейчас открою эту часть, тот скриншот. На самом деле, если вы управляете кусок кода, этот кусок кода это пример неправильного расхода памяти. Ну да, я об этом говорю. Тут я сейчас говорю не про чтение запись диска, тут я говорю про то, что память мы неправильно используем. В данном случае правильно использовать чтение, допустим, по частям. То есть, если мы читаем файл по частям, мы загрузили 100 килобайт память, выплюнули куда-нибудь, удалили эти 100 килобайт, загрузили следующие. То есть, вот здесь, что я имел в виду? Да, да, вот здесь. Я некоторое время назад начал программировать NonoJS, я понял жизнь. Я понял, почему Nginx хорошо дает статические файлы. Потому что это все происходит асинхронно. У нас есть один поток выполнения обработки информации. Есть какие-то там потоки, они висят, которые читают и записывают на диск или в сеть. И при чтении мы не блокируем поток на обработку. То есть, какой-то клиент запросил что-то, какой-то файл, пока мы его загружаем, мы можем обрабатывать либо другие запросы от других клиентов, либо этот же запрос у клиента, логировать что-нибудь или там еще что-то. Ну, я понял. В общем, этот слайд не имеет отношения к предыдущему. Да, он не имеет отношения, но для PHP… Просто рекомендация. Да, для PHP существует… Я вчера нашел… Я буквально вчера узнал, что есть какие-то наркоманы, которые сделали event loop в PHP. То есть, я не понимаю, зачем это и так почти потухший язык. Я сам, ну, пять лет разрабатываю на PHP, и я говорю, он почти потухший. Они сделали этот event loop, они сделали какую-то асинхронность. Я вчера вот буквально я вот это все прочитал, хотел рассказать сегодня на докладе, но я вот столкнулся с тем, что я час читал, ничего не понял, подумал наркоманы и выключил. Серьезно. В PHP этого нет, и лучше не надо этого делать. Это совсем другое. Вот оно совсем по-другому работает. Асинхронности там не будет. Вопрос. Я знаю, что такого нет, и рекомендация… Ну да, в PHP такого нет, но там, в принципе, в PHP не нужно, но если на JS, да, там какой-нибудь или… Добавлю. Опять же, насчет асинхронности в PHP, она есть и уже пару лет. Честно говоря, я только в боевых проектах не использовал, так, поигрался и все. И, кстати, работает она довольно-таки неплохо. На всяком случае, ну там, задачи, которые там посылка почты или еще что-нибудь, пробовал, да, прикольно, да, есть там некоторые нюансы, но просто есть более, для таких вещей более простые методы, там, решение задачи, там, либо сервера очередей, либо, в базу закидываем, там по крону где-то бегаем. Вот, но асинхронка есть, это реально работает, ну, там есть, конечно, да, нюансы, она не такая мощная, как ноды, но есть. Вот, а насчет, спрашивали, насчет потоков есть в PHP, потоки input, output, и просто туда кусочками загоняете, оно сразу же отправляет. Не, ну, я просто отвечаю, там, да, там это плохой вариант, есть просто кусочек читаете, там можно в input, в input, output отправить сразу же. По поводу синхронности в PHP, я вам объясню, чтобы все максимально точно понимали, она там не нужна. То есть, у нас, когда идет 100 запросов, мы поднимаем 100 инстансов в PHP и обрабатываем его. То есть, у нас есть 100 процессов, которые обрабатывают 100 запросов. Когда мы говорим о Node.js, у нас есть один процесс, который обрабатывает все запросы. Поэтому в Node.js нужна синхронность. В PHP, как бы, ну, у нас есть один запрос, который обрабатывает одного клиента. Другой запрос не мешает этому запросу, как бы, и все окей. Вот. поэтому, ну, она там, в принципе, как бы, есть, но не нужна, я так считаю. в простых сайтах, в простых сайтах, да, она там не нужна. Ну, когда клиент к вам приходит, выставляете ценник, там, на шарпе, на пайтоне, там, смотрит, лишний нолик дописывается, а снизу такой же ценник, только без нолика в конце на PHP, он выберет, конечно, давайте это, это дешевле. Да, все верно, но на вот таких внутренних вещах она там есть, она присутствует, и, ну, это специфическая задача, да, это очень специфическая задача, но она есть все-таки. Вот, и говорить, что PHP мертвый, ну, это, ну, я не говорю, что он мертвый, он специфичный, он, он недостаточный, троллинг потом будем, уже в кулуарах. А у кого еще есть какие вопросы? Может быть, о чем-то просто поговорим. Ну ладно, тогда давайте поблагодарим докладчика. Спасибо, спасибо. У нас сейчас кофе-брейк, через полчасика вернемся, так что сейчас можно как раз поговорить и обсудить.